Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я уже бессильно не знаю, куда обратиться. Дело в том, что меня мучает кашель. Кашель в положении лежа, он в своем день или кашель, ношу его в себе, ложусь, он подходит к горлу и начинает душить. От приема пищи это не зависит, что я пойму, что нет. Настроение тоже я была у врача, сдавал анализы, общие биохимию показатели нормы. Я обследовала сердце с нормальным заключением умеренной про лапс метрального канала. Сделала в ГДС, недостаточный кардин, сфинктер, призыки гастрита, я принимала амепрозол вечером, мотила курсом, я пила ларотодина, чтобы сликнуть аллергию. Пью пустырник, кашель не проходит. Это очень странное чувство, ощущение, как внутри тебя пробка, после каждого мне станет легче. Бывает, что я часто позеваю, и я уверен, это не от того, что я хочу спать. Когда кашель сильнее, могу чувствовать запы крови во рту. Кашлю я сама, вызываю, так скажем, его, чтобы стало легче дышать. Когда проходило, легкие, чистые, помогите, пожалуйста. Ну, я бы сказал, Эвелина, что, на мой взгляд, вы как будто бы не совсем понимаете, к кому и куда вы обращаетесь, потому что у вас слишком много здесь медицинских идёт терминов. Медицинские термины для психолога, в принципе, никакого значения вообще не имеют. То есть, эти лекарства и так далее. А вот, достаточно просто было сказать, что по медпоказателям у вас всё в порядке, этого было бы более, чем достаточно. В итоге у вас в тексте очень много подробностей, которые, в принципе, психологу бесполезны. Ну, вот, по типу того, что вы пили, что вы проходили и так далее. С этой информацией мы ничего, как бы, сделать-то не можем. Другой вопрос, что лично у меня сложилось такое впечатление, что вам как будто бы тяжело дышать полной грудью, и как будто бы у вас есть элементы подавления своих чувств в кашель. Это именно про желание как-то себя выразить, но с другой стороны это и невозможность это сделать. Тут постоянное сдерживание от себя получается. То есть, когда человек хочет что-то сказать, да, но он не говорит себя сдерживаю, то есть, в итоге это как будто растает в кашель. Вот, значит, горло, горло и всё, что связано с горлом, это про, да, также про грудь, это про обиды. То есть, нравится, у вас есть обиды, обиды. Вы знаете, даже в вашем тексте, вот вы не поверите, возможно, но даже в вашем тексте присутствует вот некий элемент такой обиды, то есть обиды как бы на, ну, обиды на жизнь, да, обиды на то, что вот с вами происходит и так далее. Если вы это чувствуете, а чувствовать это в принципе вполне нормально, то есть, ну, я сразу хочу сказать, да, что чувствовать это вполне себе адекватно, вот, с одной стороны, но с другой стороны, обида ведь должна проживаться. Если обида не проживается, то она накапливается и в итоге выливается в, ну, вот в той или иной психосоматической реакции. Вот, поэтому такая вот история. Еще кашель может быть, когда человек нервничает, то есть, то есть, именно вот от нервного переживания, соответственно, здесь очень-очень нужно смотреть, а если у вас какие-то нервные переживания, да, и, значит, ну, переживаете ли вы по поводу чего-либо. Вот, это очень-очень такой важный момент, на мой взгляд, то есть, исследовать ваше психологическое здоровье нужно, да, психологическое состояние, я думаю, что, поисследовав его, мы поймем плюс-минус, что вызывает кашель. Вот, так что, как-то так. Насчет зевка, насчет зевков, я думаю, что это все-таки про кислород, то есть, я думаю, что вам не хватает кислорода, вот, из-за этого вы не можете вдохнуть полной грудью, как я уже говорил, а полной грудью вы не можете дышать из-за обиды, из-за нервного напряжения, ну, психологического напряжения, скажем так. Вот, соответственно, нужно выяснить, откуда оно, да, нужно выяснить, чем оно связано, и учиться с ним, в общем и целом. Как-то работать, да, учиться с ним, как-то взаимодействовать с этим переживанием, с этим конфликтом. Вот, не подавлять его, не замалчивать его, а признать и, как-то вот, ну, по крайней мере, выработать свое к ним отношение хотя бы. Я думаю, как-то так можно вам ответить на ваш вопрос. То есть, я бы не смотрел на это с точки зрения того, чтобы вот именно вылечиться. То есть, ну, как бы, с точки зрения болезни, да, так, суть по всему, вас не болеет, но вас именно вот психосоматика. Значит, если вы будете заниматься психотерапией, если вы будете исследовать себя, если вы будете заниматься собой, то со временем кашель имеет все шансы уйти. Вот, и перестанет вас так вот сильно беспокоить, на мой, по крайней мере, взгляд. Вот, но, тем не менее, это нужно прорабатывать, вот, как мне, как мне видеть. Поэтому смотрите, готовы ли вы заниматься психотерапией, на мой взгляд, с учетом того, что врачей всех вы обошли, да, прошли, на мой взгляд, ну, выбор у вас в этом смысле небольшой. Врачи вам не помогут, и, соответственно, нужно обратиться к другим специалистам, вот. Конечно, конечно, вы можете заниматься еще и не традиционной медициной, но, на мой взгляд, эта история немножечко не про какую-то реальную помощь. Я думаю, что мы, психологи, как люди науки, все-таки не традиционную медицину. К не традиционной медицине я относимся довольно скептически. Надеюсь, что вы это понимаете. Просто вы это понимаете. Вот, на этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь за помощью. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Продолжение следует... Подолжение следует...